И к другим темам. Последний вторник ноября отмечается Международный день благотворительности. Дата появилась в 2012 году и назвали ее «Щедрый вторник». С тех пор в ней участвует больше чем 100 стран мира. В России его отмечают с прошлого года. Междуреченск присоединился к акции. Что было бы, если бы весь мир объединился, чтобы делать добрые дела? Представьте, что мы могли бы сделать вместе в малых городах и мегаполисах. Акция «Щедрый вторник» объединяет разные народы и культуры. Неважно, в какой точке планеты ты находишься. Совершать добрые дела могут все. Междуреченск присоединился к Всемирному дню благотворительности. Как говорят, недорогой обед, а дорогой привет. Такие приветы от детей Евдокия Булькова бережно хранит у себя в комнате. Бабушка живет в доме для престарелых и инвалидов уже 10 лет. Рада любым гостям и вниманию. Это согревает душу. Они никогда с пустыми руками не приходят. Что сумеют, то и сделают. А мы как маленькие рады, что нам что-то подарили. Цветочек моего, чтобы не помять. Маленький, маленький, прячет моя маменька. На этот раз в гостях у постояльцев юные артисты, Дома культуры, романтик и представители администрации Междуреченска. Неделя добра началась ярко. Забота, ласка, которые на самом деле искренне идут от души, от сердца. Они это очень чувствуют, этим дорожат. После вот этих встреч живут вот этими воспоминаниями, теплыми пожеланиями. Связаны с любовью. Местные рукодельницы также делятся своим добром. Шерстяные вещи для семьи погорельцев. Благотворительность не знает возраста. Сегодня в салоне красоты начинающие артисты Центра «Семья». Андрей и Максим часто на сцене. Выглядеть на все сто помогли мастера Марьяна Казаченко и Лиана Айропетян. Ребенка, то, что окружает, то его воспитывает. Я хотела немножко вложить в них эту любовь и добро. Три года подряд каждую неделю в кресле у мастера Марьяны воспитанники Центра «Семья». На данный момент у нас очень много детей, 60 человек на дневном отделении ребятишек, которые в трудной жизненной ситуации. Кому-то действительно это дорого. Дома подстригают ребятишек, и не всегда это достаточно получается хорошо. Нужно подстричь ребенка. Мы звоним, и никогда не отказали. Мне понравилось, как меня подстригли. Меня никогда так раньше не подстригали. Очень классно. Чтобы была добрая душа, чтобы потом тебе эта помощь вернулась обратно. В прошлом году «Щедрый вторник» прошел почти в ста странах. Люди жертвовали время, деньги, вещи. И отдавали свой голос в поддержку дела, в которое они верят. Не присоединяйся и ты в создание нашей общей культуры благотворительности. Вера Фепилова, Игорь Ковалев, Новости Плюс.